Сегодня после капитального ремонта в Чебоксарах открыли новый корпус 61-й школы. В нем будут учиться старшеклассники. 61-я столичная школа – самое многочисленное учебное заведение города. Ее посещали около 1750 детей. Теперь она разгрузится. Полторы тысячи учеников 8-11 классов перейдут в новый корпус. Рады ли такому переезду дети, узнавала Наталья Егорова. Это здание было построено в 1963 году. В свое время в нем располагались и обычная школа, и вечерняя – так называемый комбинат для обучения рабочей молодежи. Некоторое время корпус пустовал. Поскольку 61-я школа переполнена, ее проектная мощность – 825 учеников, а ходило в нее в два раза больше детей, филиал учебного заведения решили обустроить здесь. В новом корпусе будут учиться полтысячи старшеклассников. Учился в первом корпусе 61-й школы. 10 лет, прекрасный 10 лет. И сейчас, на последнем году нашего обучения, меня перекидывают во второй корпус. Это, конечно, очень грустно, но прогресс не стоит на месте. Мы все-таки, как старшая школа, должны учиться отдельно, потому что сейчас ЕГЭ, экзамены. В столичном управлении образования подчеркивают, с открытием нового корпуса в юго-западном районе частично удастся решить вопрос со второй сменой. Удалось решить этот вопрос для шестых-седьмых классов. Они будут обучаться с этого учебного года в первую смену. Однако вопрос не решен полностью, потому что мы понимаем, что детей гораздо больше, нежели количество мест, которые водятся ежегодно. На модернизацию нового корпуса было выделено 88 миллионов рублей из республиканского и городского бюджетов. В здании поменяли все окна, двери, полы, кровлю, коммуникации. Отремонтировали главный вход. В обновленных классах разместили современное демонстрационное и лабораторное оборудование. Я специализируюсь на информационных технологиях. И для меня очень важно, чтобы появилось новое оборудование, новые 3D-принтеры, 3D-сканер, новые компьютеры для работы в сложных программах. В школе также созданы условия для профильного обучения старшеклассников по нескольким направлениям. Химико-биологическое, физико-математическое, информационно-технологическое, социально-экономическое. В ближайшее время учебные заведения оснастят тремя цифровыми лабораториями. Мы выиграли в этом году грант 6 миллионов Министерства просвещения Российской Федерации. И планируем направить этот грант также на оснащение трех цифровых лабораторий. Учебное заведение с этого года также участвует в проекте «Инженерно-техническая школа», в котором предусмотрено ступенчатое, начиная с первого класса, профильное образование. Со школьниками, которые выберут это направление, будет напрямую сотрудничать будущий работодатель – производственное объединение имени Чапаева. Наталья Егорова, Никита Углев, Вести Чувашия.